Субтитры создавал DimaTorzok Если у них еще полтора десятка моторных центров, и чтобы они были больше, чем у среднего человека, тут вероятность еще ниже. Поэтому такие, как погонение у нас, штучный товар. Ничего не сделаешь. Именно поэтому одаренность. Но вы ошибаетесь так, потому что все-таки у нас функции. Не изменчивость мозга доминирует, а функции конкретные. Пальцем попасть в носок. Для этой функции должен быть комплекс. Этот комплекс эволюционирует самостоятельно. Теперь что куда транспортируется. Значит, эта новость протухла лет 80 назад, с которой все сейчас носятся, как с писаной торбой. Например, лет 80 назад, с тухлецой новостишка молекулярно-биологическая. Она состоит в следующем. Все аксоны, все дендриты транспортируют вещества от себя и к себе. Антера и ретро-градны. При этом приведу простой пример, чтобы можно было запомнить. Представим себе, что вы поехали в деревню. Ездили как бы. Вы видите, знаете, что есть такие места на свете? Деревня. Или какой-нибудь замечательный курорт в Паттайе, где там местные жители писают на протяжении 100 лет. Ну, к примеру. Ну, турист этого не знает. И не надо. Но, тем не менее, вы там походили, помочили ножки. Или походили в коровник к любимой бабушке. Помогли там в навозе. Ну, ничего страшного. А потом, через месяцев 8-9, у вас вдруг немощь возникла. Какие-то странные состояния. А в чем дело? Оказывается, все окончания нервные, которые находятся и в коже, и под коже, они могут захватывать вещества и через себя транспортировать к телам нейронов. Все нейроны. Не только лобоняки. Все. Сколько? 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 Какое количество? Достаточно, чтобы почувствовать себя так, что вас отвезут в больницу. Если вы там просидели целый день в навозе. Это я вам гарантирую. Очень отсроченный. Очень часто у людей какие-то дискомфорт какой-то страшный. Вдруг ни с того ни с сего на ровном месте. Это акционный транспорт дошел. Дошел. Вам привет из вашего прошлого. Смотрите, куда вы залезли до этого. В какую гадость. И в обратную сторону тоже самое. Мой транспорт идет, иначе бы у нас синаптические пузырьки не образовали систему передачи. Это немного. Сейчас появился фильм, по-моему, в интернете недавно, дней 5 или 6 назад, о том, как какой-то клоун снял начало аксона около нейрона. И там видно, как двигаются пузырьки. Там размеры, конечно, как сейчас любят наночаститочные. Но достаточно интенсивный обмен. То есть, медленный транспорт составляет месяцы на большие расстояния. Короткий транспорт, назальный, это речь идет о нескольких дней. Я думаю, что там пара-тройка дней. Но это мизерное количество. Но и зачем это вам? К тому же, первичные обонятельные клетки, они, во-первых, умирают регулярно. Они восстанавливаются через 80 дней. Они 80 дней живут, умирают, восстанавливаются, образуют от роста, который должен врасти в обонятельную луковицу. Но даже если обонятельная луковица доставилась, дальше-то что? Ну и что? Дальше там глумусное переключение, потом еще два вставочных нейрона. Вы что хотите этим способом? Вести святой дух туда не получится. Ерунда это все. В микроколичестве, микроколичественные там введения тоже им мало помогут. То есть, смысл этого не очень понятен. А то, что если вы надышите, какое-нибудь дряни у вас через нос, она попадет в обонительную луковицу и может изменить ваше состояние. Особенно в обонительную луковицу, поскольку она входит в состав психоэмоциональной части. То есть, инстинктивно-гормональная регуляция поведения лимбической системы. Это точно. Поэтому они не уху идти. Четырехлощи тут. Кому плохо не было. Дай я вас слушаю. Можно? Сергей Вячеславович, и к основному вопросу. Он прозвучал у молодого человека в начале, мельком. Значит, ну если любого человека вот так вот остановить на улицах Москвы и спросить, что ты знаешь о мозге, или что ты слышал, естественно, он скажет, что я слышал Татьяну Черниговскую. Вот она выступает, там вещает и говорит. И один из основных вопросов всегда, чей мозг? То есть, ты как функция мозга, или мозг, как говорится, функция твоя? Кто есть хук, как в 95-м году было на первом стане центральной базе? Вопрос-то какой? Вот вопрос. Кто? Ты как человек, функция мозга, как говорится, ты при мозге, или все-таки мозг твой, то есть, ты им управляешь? Ну, он ставит вопрос Татьяны Черниговской, поэтому интересно. Ну, Черниговская, филолог по первому образованию. Вы знаете, отсюда у нее все такие вопросы. Черепаха убежит от ахиллеса и эхес. Такого вопроса в нейробиологии нет. Ну, в быту-то есть? Нет, Черниговская, в быту, на лавочке, у себя около дома, может рассказать все, что хочет. Какое отношение имеет к реальному мозгу, я не знаю. Это вам судить. Значит, дело в том, что вопрос такой, что вы представьте себе, а если у вас произошло кровоизлияние в мозг? Как вы там его не управите с помощью Черниговской? Каким это манером? Или опухоль возникла, не дай бог, кому-нибудь? Естественно, что мозг управляет человеком, это продукт эволюции. И наше поведение на 99% определяется, и в нашем эволюционном прошлом, пока мы там до 10 лет. А потом, когда у нас начинает формироваться кора, и накальпливается личный опыт, социальный, этнический, даже страноведческий опыт. После этого начинается возникновение индивидуальных, запоминающих таких систем. А дальше входит в строй индивидуальная изменчивость многократная. Причем есть как количество, так и качественное. И тут мозг, естественно, управляет Черниговской. Ничего не сделаешь. Хоть она и сопротивляется, наверное. Но ничего не сделаешь, потому что она все равно играет в руках своего и гормонального фона, и работы мозга, и его старения, и умирания. Ничего не сделаешь. И его индивидуальность как раз и делает ее индивидуальной, отдельной от всех. Ну, хорошо, у нас должно быть много мнений. Извините, вот вопрос здесь такой. Значит, у моей дочери 27 лет, у нее признаки мелкой кисты, шишковидной железы. Значит, 27 лет, это уж такой возраст, когда шишковидная железа на треть почти погибла. Если опухоль не будет прогрессировать, то ничего страшного. Но вообще надо следить, проверяться. Следить за ее размерами, не дай бог, большая вырастет. Потому что там очень много различных сосудов проходит. И нервы проходят в шишковидной железе из верхнего шейного коротеля. И надо быть осторожным. То есть надо отслеживать, так ничего страшного. Потому что там уж половина клеток погибла и так к 27 годам. Но могут быть на этой потере изменения суточных ритмов. Ну, обычно, когда опухоли и шишковидные железы у маленьких детей, это даже неплохо у взрослых девушек. Потому что у маленьких детей это вызывает гиперсексуальность. Потому что эпифис вырабатывает соединения, которые подавляют половую дифференцировку. А с возрастом их становится, они, так сказать, вредят еще больше. Поэтому надо следить за ситуацией. Вообще, сходите к врачу. Я не врач, поэтому общие соображения такие. А так обращайтесь к врачам. Так, давайте еще к течению вопроса. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Скажите, пожалуйста, оказывает ли язык, точнее, сложность языка, на котором думает человек, влияние на его интеллект? Спасибо. Да, оказывает. Да, оказывает, потому что чем более сложный язык, чем больше оттенков в языке, тем точнее вы можете выразить свою мысль. Значит, для того, чтобы оптимально не думать, надо переходить на английский, конечно. Это самое лучшее. Это биологический, нет, я не шучу, это биологический, очень отработанный, эволюционно-прогрессивный, но с биологической точки зрения, язык. Очень жесткий, очень однозначный, не требующий многих оттенков и подтекстов. Это очень хороший язык для того, чтобы выполнять биологические функции. Поэтому у него есть огромные преимущества. Потому что то, что можно сказать по-русски и по-английски, можно сказать обычно однозначно. А по-русски можно сказать так фразу из десяти слов, что потом еще будут ее философы лет триста обсасывать, пытаясь разобраться, что ты хотел сказать. Ну, таких примеров полно. Ну, посмотрите, вот наши все там, Андреев то же самое, он был амуджи страшный. Но вы берете там три фразы абзаца, а потом вы думаете, что он хотел сказать. А поскольку менталитет меняется с каждым десятилетием, значение слов меняется, вы читаете, вы думаете, что он просто видел вперед и вверх на три тысячи лет. На самом деле он просто говорил в другом языке. А вот английский, как правило, таких толкований не предусматривает. И для того, чтобы на нем излагать такие вещи, даже я боюсь, что великих писателей будет недостаточно. Так что сложный язык, да, но не надо, конечно, увлекаться. Потому что если вы будете пытаться думать на десяти языках, быстрее всего не получится ни на одного чего-то. Поэтому освоить хоть чего-нибудь, ну, как следует. Ну, туда влияет, потому что чем больше у вас сложность передаваемого объекта, то есть язык, качество языка определяется тем, насколько вы можете описать существующий перед вами объект, предмет или событие. Вот в английском там можно 10 значений. Это лингвисты. Говорят, в русском примерно около 300. Ну, ничего. Тем же набором слов. Вот вам и все. Почему на русском языке должна быть? Пишут литературу и философию. Потому что немцы даже не могут сравниться по многознащенности. А это самое главное. Так, давайте здесь, как инстинкт сосания в материнской груди влияет на развитие мозга. Почему некоторые дети бросают сосать до года, а некоторые после трех лет крайне тяжело оторвать. Ну, хорошие это кто же, от хорошего не оторвешь. Нужно ли насильно прервать грудное вскармливание? Никогда. Может ли сосать на инстинкт сказываться на половое поведение? Нет, может. Но вот это вы перегнули, потому что даже если он до трех лет балуется материнской грудью, это еще не признак сексуальности. Я вас умоляю, не пугайтесь. Потому что в это время еще кора, там еще не начала как следует формироваться. А за счет подкорки он особенно думать не может. Вообще не беспокоитесь детей. Не люди лет до пяти с половиной. Успокоитесь, ради бога. И ничего не помнят. Не от того, что не запоминают. Это неправда. У них синаптогенез по пять миллионов синапсов в секунду иногда ехает с такой скоростью. То есть очень большой объем запоминается. Они как губка втягивают все. Но это, поскольку идет очень быстро, все время перестраивается система связей. И из-за этой системы связи, все время перестраивающиеся, они забывают. Они бы рады запомнить на всю жизнь. Но эти даже воспоминания, если остаются, то они трансформируются очень сильно. Вы по себе знаете. Если вас там в три с половиной года увезли из какой-нибудь замечательной деревни, где вы были, вы возвращаетесь, ничего не узнаете. Вы возвращаетесь, не можете признать. И только коварный запах запускает. Потому что это самая древняя система, доставшаяся нам еще от амфибий и первичноводных позвоночных унюхов. Запах родины, то есть где вы там были до трехлетнего возраста. Вы еще можете оживить воспоминания, но они все равно радикально меняются. Поэтому не беспокойтесь, если он запечатлит, там идет запечатление массовое, вашу грудь, как он ее хорошо сцел, он все не запомнит ничего. Поэтому не волнуйтесь. А на сознании, конечно, чем больше дольше питается искусство собственным материнским молоком, тем лучше. Потому что все эти переходы на искусственное питание, это обычно плохо кончается. Ну а так обычно бросают, потому что мамки начинают грудь мыть в основном. Ну, в общем, это не надо. А дело в том, что дети маленькие, они, здесь особенность как раз дифференцировки мозга. Маленькие дети, они же ничего там, они почти ничего не видят, почти ничего не слышат. Поэтому, кстати, нанимать оркестр, когда женщина беременна, не надо. Это не поможет. Родиться таким же, как у всех. Умнее не будет. А вот единственное, что сразу происходит, он помнит две вещи. У него работает вестибулярный аппарат, и он чувствует, когда кормят, положение тела на руках. То есть вот у него ориентация эта. И второе, он нюхает материнское тело, и находит грудь, и возбуждается от запаха материнского тела. Поэтому не мойте грудь, не надо. Потом надо помыть, покормил и помыть. Потому что в свое время это привело к катастрофе в той же самой США, когда они, как всегда, заскойки страшные. Они призывали стерилизовать грудь перед тем, как давать детям. Но и дети тут же отказываются. Ну что, будет там антибиотик первого поколения нюхать? Чего? Или раствор жидкий спирта? Обалденный запах. Для грудничка, у которого из органов чувства обонятие и обоняние вестибулярный аппарат. Нормально. То есть, если он отказывался от такой гадости, а потом сообразили, что не надо просто грудь матери мыть перед кормлением, надо мыть после. И все, успокойте. Когда ее собственный запах он унюхивает, он, кстати, первое, что запоминает, просто на рефлекторном уровне, конечно, там у кого-то сознания нет, но он рефлекторно чувствует запах матери и сосет, говорит, все нормально. То есть, не надо так стараться стерилизовать то, что ему даете. Да вообще стерилизовать не надо. Вспоминаете всегда про собаку. Как щенок хорошо развивается, если ему скормить дохлую мышку? Ну, я не призываю кормить детей дохлыми мышами, но у них кишечник должен быть заселен соответствующей микрофлорой. Не из аптеки. Но давайте разнообразную пищу, в том числе и кислую, и молочную, и винную, и уксусную, и прочее, прочее. Все будет у них нормально. И грудь моете после, а не до. Иначе сосать не будет. Я бы не стал. Что вы можете сказать о болезни Паркинсона? Болезнь Паркинсона – это такой собирательный образ. Таких вообще дрожательных параличей, мать-мущая. Книжки вот такие, написанные, килотонны. Здесь, я думаю, полно. Значит, лень практически не лечится. Связан с тем, что пока известно хорошо, что связан с недостатком дофамина. Дофамин вырабатывается в черном ядре и транспортируется в двигательные отделы, где подавляет избыточную активность. Объясню. Вы все, у вас что-нибудь у всех всегда что-нибудь падает. На телефон-то точно, правильно? Падает. Вы его почти всегда умудряетесь поймать, правильно? Особенно, если вы на улице, и кругом грязь, как сейчас. Не хочется там. Перчатки там, подхватываете. Вот это вот быстрый рефлекс, это называется старт рефлекс. Вот для того, чтобы вы такими были ловкими обезьянами, у вас гипернапряженность мускулатуры. Мозг всегда готов в любой момент сработать. То есть так, чтобы подхватить что-то, уклониться и прочее, прочее. Цена за это гипервозбуждение. Как достигается гипервозбуждение? Постоянный очень высокий тонус и подавляется избыточный тонус дофамином. Когда дофамина не хватает с возрастом, начинается тремор. Сначала с левой руки, потом с левой ноги, потом переходит на правую сторону. И обычно через 10 лет человек умирает, уже переходя в ближайшую фазу паркинсонизма. Попыток лечить. Но пока инструмента хорошего нет. Поэтому паркинсонизм биохимический. В общем, заболевание в известной степени. Но таких дрожательных параличей, менее выраженных, тьма, тьмущая. Еще раз говорю, не врач, а к врачам нужен. Но лечит обычно как? Знаменитая английская операция 60-х годов. Вводят небольшой зонд и выжигают не очень важные центры потребителей дофамина. То есть, если у вас два батона хлеба, вы не кормите двух людей, а убиваете одного. А кормите одного до пуза. То есть, вот такой способ. Часть нейронов погибает, движения становятся менее пластичными, более скованными. Потому что там моторные центры разрушают. Но зато дофамина остальным хватает. Эффективность операции 60%. А во всех остальных случаях рецидивы. Вопросик. Да. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. У меня вопрос касаемо кровоизлияния. Вот насколько мне известно, самые крупные и внезапные кровоизлияния происходят именно в мозг. Да. И это чревато необратимыми последствиями. И вот должны быть какие-либо механизмы, которые препятствуют таким процессам. И хотелось бы знать, как это устроено, как это работает. Спасибо. К сожалению, ничего сделать нельзя. Сейчас объясню. Кровоизлияние в мозг, да. Обычно это... У нас на самом деле там два, две причины. Бывает кровоизлияние, бывает ишемическое. А человек, когда сосуд просто сжимается. То есть, кровь не поступает. В другом случае крови нет. Нейроны загибаются довольно медленно. Там несколько месяцев уходит. Насколько известно, там сначала утрачивается информационная передача сигналов. Потом утрачивается вообще все сигналы, кроме простых электрических. А потом сами нейроны погибают. Они умирают от недостатка питания. Если сосуды вот насколько успеют врасти, настолько восстановятся. То есть, например, кровоизлияние вот такого размера. Обычно через несколько месяцев оно сужается вот такого размера, потому что растают сосуды. Вот настолько восстановится. Сделать ничего нельзя, потому что кровь убрать нельзя. Это забарьерные органы. Там только глия, глиальные клетки могут ее, так сказать, подъесть. Потому что наоборот мозг забарьерный орган. Если будет иммунизация...